Макияж за 5 минут. Реально ли это? Давайте проверим. Действительно бывают моменты, когда тебе срочно нужно быстро собраться, и на это у тебя буквально 5-10 минут. Например, ты проспала на работу, в школу, на учебу, или вышла из спортивного зала, а через полчаса у тебя свидание. Ситуации может быть миллион, вы и сами знаете, но что действительно важно, это прекрасно выглядеть, чтобы чувствовать себя уверенно и готовы покорять этот мир. Макияж за 5 минут. Звучит сомнительно, но давайте попробуем. И моим помощником ограничительным во времени будет таймер. Ааа, страшно, что если я не успею? Ну, если не успею, то не успею, это же эксперимент, правильно? Три, два, один, старт! Ну и первое, с чего я начну, это декоративный флюид для лица от бренда Louvue. Казалось бы, ничего особенного в этом флюиде нет, он просто увлажняет, придает сияние кожи, но какая же это крутая штука, отлично подойдет для девушек, у которых нет проблем явных с кожей. Очень-очень приятно пахнет, хочу такие духи. Ну и еще я бы сравнила этот флюид вот с той самой неприятной базой от Jantem, которую почему-то все любят, уважают. Вот если хотите качественный, хороший вариант, замену этому Jantem, то, пожалуйста, обратите внимание. Тональный крем я сейчас накладывать не буду, нет времени, да, и в принципе он мне сейчас не нужен, а вот консилером я воспользуюсь. Консилер у меня от премиального китайского бренда, который называется Zissi. Когда слышишь, что это китайская косметика, сразу настораживаешься, но, девочки, этот консилер настолько мне нравится. У него плотное покрытие, но при этом он хорошо увлажняет кожу, не утяжеляет вот вокруг глаз. В общем, смотрится прекрасно, при этом замазывает все лишнее и освежает взгляд. Консилер я распределяю сначала кисточкой, а потом беру влажный спонж. Влажный спонж я, в принципе, использую постоянно в макияже, потому что он красиво все так сравнивает, выравнивает границы, смягчает их. В общем, если никогда не пользовались, то обязательно прикупите себе спонжик. Далее оформляю брови, и у меня тушь от бренда Pupa. И сама тушь хорошая, как будто бы даже уплотняет волосок. И кисточка удобная, удобно распределять и создавать форму. После этой туши я могу даже не фиксировать бровь обычным гелем для фиксации. Ее вполне достаточно, так как у меня тонкий волосок, и укладывается хорошо. Ну а теперь я покажу один из моих самых любимых продуктов. Это корейская сыворотка, такая декоративная. Я ее использую в качестве румян, в качестве теней даже для век. Ее можно использовать даже как тинт для губ или помаду для губ. В общем, средство универсальное, очень приятно распределяется. Да, не сильно пигментированная и может съедаться кожа в течение дня. Но для естественного, натурального макияжа вполне себе. Очень люблю. У меня здесь большой формат у сыворотки. Она есть в маленьких тюбиках, на пробку идеально. Ну и переходим к ресничкам. Боже, как же я полюбила термо туши. Это когда наносишь и смываешь потом уже только теплой водой. То есть мицелляркой, молочком для снятия макияжа. Нет, не получится. Только теплой водой. И это так удобно, девочки. Первая тушь, которую я попробовала, была от Дарлинг в черном цвете. И она создавала такой натуральный эффект. Потом я купила себе кабаре, вот эту вот нашумевшую. Помните, это красивая, завораживающая реклама. Да, вроде бы норм тушь, но она какая-то слишком влажная. И носится не так стойко, допустим, как Дарлинг. И только этим летом у меня появилась тушь от Handish, которую я использую на видео в коричневом цвете. Она придает объем и удлиняет ресницы. И вообще супер-супер классная. Фиксирую сыворотку сухими румяными от Art Deco в 07 оттенке. Это красивейший персиковый оттенок. И мне кажется, в каждой кубочке подойдет этот оттенок. И еще вот эта вот упаковочка. Я пользуюсь уже, наверное, года полтора. И она не кончается. Ну и завершаю свой экспресс-макияж макияжем губ. По размеру карандаша вы, наверное, догадываетесь, что я его очень люблю. Это бренд Shoe. Оттенок мне очень подходит. Возможно, под цвет глаз. Не знаю, в чем его магия, но всегда, когда я его наношу, мне постоянно делают миллион комплиментов. Ну и он сам по себе темненький. И когда поверх наносишь какую-нибудь светлую помаду в нежно-розовых, нежно-персиковых оттенках, даже, может быть, с какими-то белыми светлыми совсем пигментами, то это всегда-всегда выглядит очень объемно, очень сочно, очень вкусно. Ох, у меня осталось 50 секунд. Я пишу таймер. Я еще вожусь с губами. На самом деле, наверное, нанести карандаш – это самое сложное по сей день в моем макияже. Еще мне бывает сложно оформлять брови, когда я использую карандаш для бровей. Но вот с губами, да, можно прям долго заморачиваться. Ну и завершаю макияж губ блеском для губ. И скажу откровенно, этот блеск для губ мне прислали для съемок. И когда я его впервые увидела, я подумала, господи, что? Что это за оттенок из прошлого? Что это за упаковка из прошлого? Как-то мне прям совсем не понравилось. Еще и пахнет как нетипично. Странный какой-то мятый. Не всем понравится. Но когда я его нанесла, особенно в тандеме вот с темным карандашом, я влюбилась. Посмотрите, как сочно, вкусно. В общем, не попробуйте, не узнаете. Пять минут прошло. Давайте оценивать. У меня был совершенно легкий тон. Точнее, я делала оцену больше на консилеры, потому что у меня сейчас более-менее загорела кожа, чистая и недостаточная была того, что я сделала. Возможно, с тональным средством я бы заморачивалась чуть дольше. Но в целом получилось достаточно хорошо. Также я использовала двое румян. Я люблю наносить сначала кремовые, влажные румяны, затем их закреплять сухими. Брови я оформила достаточно быстро и легко. Туши прошлась тоже быстренько одним слоем. Чуть-чуть нанесла румян на веки. И дольше всего я заморачивалась с губами. Да, наверное, можно было просто нанести блеск и не выбежать. Но я люблю подчеркивать губы, поэтому я чуть-чуть дольше возилась. Конечно же, я сделала это, возможно, не так аккуратно, как я делала это в обычной жизни. Но 5 минут, за 5 минут, я думаю, плюс-минус я справилась. На самом деле, у меня просто дрожали руки, пока я делала это все на время и на скорости, как будто бы я участвую в каком-то забеге, эстафете, на соревнованиях. И мне очень важно выиграть. Оцените мой макияж в комментариях. Всем хорошего дня и красивых макияжей! Название продуктов и ссылки оставляю в описании.